Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы попали на трансляцию Beyond Godlike TV. Комментируем мы сегодня Game Show Open, второй сезон квалификации Сибирь-Казахстан. Сейчас у нас играют команды под названием МКЗ и Андер-ГР. Собственно, сейчас мы наблюдаем первый оружейный раунд. Коу-ТВ несколько подтормажил, поэтому мы не могли начать вовремя. Собственно, ну сейчас-то будет самое интересное. Ситуация на карте у нас 4 в 4. Представлю, пожалуй, вам команды. Так. За команду Андер-ГР у нас играют Беламор, Джойзен, Блатной, Циферки, Соло и Витя. Наверное, фанаты Дреда или что-то вроде. За команду МКЗ у нас играют Микси, Кризен, Арс, Аден и Дамик. Для вас сегодня комментирует Хоккайдо и Хэппи Пандора, который сейчас у нас отошел. А мы наблюдаем выход под Б, Арс убивает у нас в Б дверях. Игрока с никтеймом Блатной ставится бомба Демигом. И сейчас ситуация 3 в 3. И мы узнаем, кто окажется сильнее. Ритейк будет делать достаточно сложно. Скидывается гранат. Смок от Джойзена. И сейчас он будет выходить. Видел площадь, видел то, что уже в пленте один есть. Твой выходит через дверь, Дамик разбирается с одним, выходит на второго, убирает второго. И остается один лишь Джойзен, который забирает все-таки Дамик. И сейчас будет выходить у нас на Б-Плент. Стреляется у нас в площадь, Арс выбирает АВП. И таким образом, это первый раунд для террористов. Гоу-гоу МКЗ пишет у нас в чате. Болельщики у нас есть, даже таких команд. Всем привет, кто на стриме, дорогие друзья. Так. Наблюдаем за Арсом сейчас. Откидывает он у нас замечательную ХЕшку. Но, правда, никого там нет. Соло стоит у нас у Лонга. Готовится откинуть флешечку. Он пока тоже никого не видит. Я тебя немного перебью. Когда я включаю автовьювер, у меня периодически меняется изображение на 180 градусов. Это что за прикол? Ну, не знаю, может быть, после последнего обновления Counter-Strike такая проблема. А, все, я увидел это. Я увидел это на стриме, может, это какой-то баг. Гоу-ТВ после... О, боже мой. Да, я заметил. Заметил. Ну, это странно на самом деле выглядит. Ладно, пусть будет. Я думаю, что это, ну, как бы, от нас независимое обстоятельство. Ладно, смотрим за Беломором. Он у нас с Чешкой. Стоит у Меда. Арс, тем временем, забирает верхнюю Т-шечку. Беломор перетягивается под Б. Туда уже выходит Арс. Сейчас должен стрянуться, но Арс, конечно, с Клашом будет посильнее, чем просто Чешечка. Смотрим за Витей. Видите, у нас чекает Мидл Миксик в нижней Т-шке. Убивает у нас Соло, который хотел его зарашить. Хорошая реакция у Миксика, конечно. Но и остались два игрока у команды контртеррористов. Видите, стреляется с нижней Т-шечкой. Просрели в ящик. И попадает немножечко по Вите. Собственно, собственно. Смотрим за Миксиком, который сейчас же у нас забирает Витю. Остался один Джойзен, который у нас сейвит в сити-спауне. И сейчас Арс вместе с его тиммейтами подойдут и будут его зажимать. Но Джойзен хотя бы попробовал и забрал у нас Арса. И таким образом мы наблюдаем на табло 3-2. Счет, скорее всего, будет этот 3-3. Ой, извиняйте, дорогие друзья. Не заметил, что все-таки контртеррористы решили закупиться. Так что сейчас мы будем наблюдать интересную борьбу. Пропрыгивает во Мидл. Миксика, к сожалению, никого не ловит. Но попадает по Беломору. Похоже, что это будет выход под Б от команды МКЗ. Сейчас мы это увидим. Беломор у нас откидывает флешечку Мидл. Вернее, ждет. Подходящий момент, чтобы ее откинуть. Плотной, скорее всего, вилл Арса. Попадает немножечко по нему. У Арса остается 53% здоровья. Сейчас мы будем наблюдать выход в зигзаг. Джойзен не вовремя перетягивается. Тем временем, Дамик поджимает банку. Не знает о том, что там есть один игрок. Но, скорее всего, зачекает такую дефолтную позицию. Миксика откидывает Хаешку в Мидл. Причем довольно-таки удачную. Да, Дамик все-таки зачекал ту самую позицию. Да, и вот, тем временем, у Беломора остается 20% здоровья. От... После гранаты и после попадания в Мидле. Собственно, он остается у нас один соло на площади. Будет дефать Б-плент. Но, тем временем, команда террористов полностью выходит в зигзаг. Да. Собирают они видео. И, собственно, А-плент полностью чист. От команды контртеррористов. И контртеррористам лучше бы сейчас засейвить. Сейчас мы увидим, что они предпримут. Да, все-таки это сейв. У нас вот Беломору ушел на Татаник. В Т-спаун сейчас пойдет. И его тиммейт плотной также где-то рядом ходит вот здесь. Будет чекать банку. И выход из нее. Там уже два террориста вышли в Мидл. Один идет в нижнюю Т-шку. Собственно, сейчас будет чекать СБ. Это меняет никнеймы во время игр. Ну, не знаю. Запрещено ли это правильно? Не думаю. Беломор забирает у нас. Кризона, который хотел выйти в пески, зачекал. Правда, не все. Ну и Арс завершает этот раунд. Остается один девайс у блатного. И теперь контртеррористам придется, придется как-то поднапрячься, чтобы вытащить игру из такого положения. Потому что у них всего два девайса. Ребята решили закупиться и играть от двух уже девайсов. Есть P250, один 5-7 и две М-ки. Даже Армор есть. Кризон выходит в зигзаг. Соло тут же его замещают. Но, правда, Кризон оказался сильнее. Несмотря на то, что он был вообще без оружия. В те времена блатной запрыгивает у нас на ящик и забирает Кризона. Джойзон, скорее всего, Вил Арса в ланге. Да, тем более, увидел сейчас точно. Беломор у нас рашит Т-спаун. Тут пока никого нет, но есть два медлея. И, в принципе, это хороший шанс для него забрать целых двух человек и помочь в своей команде. Арс у нас на рампе. Идет в Сити. Видит у нас Джойзона. Забирает Джойзона. Дамик тем временем забирает блатного у нас в Апленте. И остается один Беломор, который у нас рашил Т-спаун. Забирает он Арса. И сейчас мы увидим ретейк в его исполнении. Потому что, судя по всему, сейвить он не собирается. Откидывается молотов от дамика прямо в лонг. Дамик слышит, слышит его игроки. Но дамик думал, что он не пройдет через лонг. Поэтому не особо его чекал. А Дэн тем временем здесь близко находится непосредственно у игрока. И таким образом он забирает Беломора. 3-4 в пользу террористов. Казалось бы, такое хорошее начало от команды контртеррористов. И вдруг... И вдруг ребята начинают как-то вот давать раунд за раундом. Ребята, надо подсобраться. Ну, сейчас мы увидим. На самом деле у Соло есть АВП. Попадает по блатному, который у нас был с Эммочкой. И слишком нагло прыгал в Тес... В Миде. Что у нас происходит под лонгом? Видите, забирает двоих игроков команды террористов. И таким образом остаются... Контртеррористы вчетвером. Только я сказал, подсоберитесь, ребята. Так они сразу уже начали тащить. Молодцы, конечно. Аден у нас в Миде забирает Беломора. Витя настреливает через смок в баночку. И... Скорее всего это будет сейв. Потому что у Миксика всего-то... Ой, Миксик 100% здоровый. А у Адена всего 22. Сейчас он будет выходить в мидл. Сейчас мы увидим. Найдет ли его Соло. Да, замечает у вас Соло. Правда, как раз таки в тот самый нужный момент он отвлекся. Начал чекать Зигзаг, но... Все-таки сумел поймать Адена. Что ж, остался у нас Миксик, который идет по миду вместе с бомбой. Заходит практически. Идет через Сити, а Сити никто не чекает. Сейчас Миксик может спокойненько себе зайти в Бэплэнд, в котором абсолютно никого нет. Ни одного игрока команды контртеррористов нет на Бэплэнте. И он идет, идет туда с Авиком, правда, но идет же. И никого даже рядом нет. Единственный близкий игрок это вот Блатной, который чекает у нас Т-шку. И никто даже подумать не мог, что он мог пройти через Сити. Сейчас будут как-то вычислять все, чекать. Ведь они втроем как бы в преимуществе и могут... Ну, все равно остаться в плюсе. Таким образом, Миксик все-таки ставит бомбу. Боже мой, какая ошибка от команды контртеррористов. Просто какой-то невозможный раунд. Теористы просто на халяву получили бомбу сейчас. Соло чекает у нас двери. Видит там Миксика, который сейчас кинул молотов прямо под ноги. Соло у нас подгорел немного. Миксик забирает еще и Витю. Тем не менее, Соло расправляется с Миксиком и бомба диффузится этим же Соло. Обратите внимание на анимацию этого, собственно, диффуза. Хотя, правда, директор не хочет нам их показывать. Но от первого лица, по-моему, не видно этих штуров новых, которые вышли во вчерашнем обновлении. Ну что ж, матч продолжается, друзья. Смотрим. 4-4 у нас. И сейчас мы увидим еще один байраунд в исполнении обеих команд. Полные раскидки есть. У команды контртеррористов два авика. Вот на это я обратил внимание. Три эмочки, а у контртеррористов как-то все попроще. У них всего-то пять калашей. Кризон. Кризон, Кризон, Кризон. На винте я нашел своего тиммейта и давай по нему стрелять, собственно. Арс остается с 91% здоровья. Конечно, не критично, но все-таки надо бы поработать Кризону над вниманием. Так, смотрим на Беломора. Размен один в один от Арса. Беломор. Находит Миксика за мясным. Там же он видит Бобу. Дает информацию своей команде о том, что бомба там. Скорее всего, один или два террориста находятся в том же Миде. Подбирается у нас бомба. Кризон ее несет в Зигу. Почему-то нам показывает Беломор. Наконец-то камера переключается над Эммигой, который сейчас найдет у нас Лонг. Стреляет чуть-чуть выше головы, но в итоге попадает. Таким образом, два в два у нас ситуация. Есть АВИК у контртеррористов и М-чика. С этим, в принципе, можно хороший РТХ сделать. Правда, вот у человека, который у нас несет М4, он же блатной, нет второго Армора. И тут в голову очень легко получить, особенно с АК-47. Беломор у нас меняет АВП на более полезный девайс, но это пока ему не помогает ничем, потому что он не вовремя вышел на свет. И остается один блатной, которого, собственно, сейчас и забирают, но блатной успел убить Кризона. Даби тут выручает положение, находясь в Лонге, собственно, и таким образом он забрал своего оппонента. Что ж, что ж. Террористы несколько улучшили свою экономику, у них теперь есть... Странно, ребята выиграли Лорал, но как-то по деньгам у них все равно не очень. Все равно не очень. Ну, в принципе, в принципе, есть Галил, есть Скаут, АК-47. Ох, как солото, она стреливает в эти дверки. Эпидамик не смог его перестрелять. К сожалению, Миксик смог убить соло. Кризон тем временем в винте стоял, получил в голову, думал, что его не видят, или просто реакция несколько подвела, но он мог убить своего оппонента намного раньше, чем тот ему дал. Минус 94% здоровья. Витя стоит у нас в Лонге, сейчас все будет здесь самое интересное. Три игрока выходят на него, ну... И логичная концовка. Собственно, последний игрок, это Джойзон, у нас вышел уже в Зигзаг, и Миксик сразу же его убил. Бомбу ставится? Ставится? Нет, не ставится. Артс решил не давать своей команде лишних 300 долларов. Так что ребята оказались без бомбы. Так, Артса немного заблочили. Стоит он в такой довольно-таки интересной позиции, которая всегда практически убивается. Контртеористы тем временем зашли в нижнюю Т-шечку. Не знаю, как у вас, друзья, у меня сейчас несколько подтормаживает Гоу Ти. Причем так серьезно подтормаживает. Прям смотреть на это больно. Тем временем террористы у нас разбираются с двумя игроками, с тремя уже игроками команды контртеррористов. Сейчас найдут еще и Мидл, да, блатной умирает. Также остается у нас один Джойзон, который находится в Лонге. Идет у нас он в банку. Сейчас будет выходить в Мидл, или не будет входить в Мидл. Но он уже его ждет, так что сюда ему дорога заказана. Смотрим на дейминг. На самом деле в этом раунде ничего такого интересного и вроде как не будет. Потому как Джойзон нас сейвит в Апланете. Но о нем уже, по-моему, есть информация у команды террористов. Так что, судя по всему, Джойзон осталось недолго. Однако, он забирает Арса в зигзаге и сейчас идет дальше даже. Прокидывается ему хаешечка и хаешечка оказывается удачной. Собственно, таким образом, не удается никому засейвить. Я имею ввиду, из команды Андер ГР. Так что... Ну, все равно, у ребят есть достойный бай, потому что они пытались сохранить как-то свои деньги. И... На следующем раунде, конечно, у них будут проблемы. Тем временем, у террористов очень даже неплохо. Закупились они ровно 25500 долларов. Контр террористов, конечно, бай посоленнее. Чуть-чуть выглядит, чуть-чуть. Но это, скорее всего, из-за ауга только. Да, миг забирает у нас Сити. Джойзона попадает в голову. Кризон тоже попадает в голову блатному. И Ламор перетягивается на спад Б с своим аугом. И не сразу замечает у нас Кризона. Кризона успевает ему немного настрелять. Ламор получает ХЕ-шку совсем красный. И все-таки даймик добивает у нас красного игрока. Ну что, соло у нас, видите, остаются в банке. Вернее, у банки. Ну, в упоре будут стоять, скорее всего, и не пойдут на ретейк. Потому что ретейк делать 2 в 4 достаточно проблематично. Еще с такой экономикой, но риск, скорее всего, будет неоправданным. Всем привет тем, кто на стриме, дорогие друзья. Рад всех очень видеть. Немного голова болит, правда, но... Работа есть работа. Не забывайте подписываться на наш твич-канал. Скоро будет больше интересных трансляций. Возможно, мы тоже еще покомментируем гейм-шоу. Однако у нас уже, в принципе, по плану это последняя трансляция. Вообще, квалификация гейм-шоу после будет лан-финал и игра-мир. Так что... Ну, посмотрим. Вы на всякий случай подпишитесь, а вдруг мы будем что-то комментировать. Так что лишним не будет. Сразу узнаете об интересных трансляциях. Собственно. Бай-раунд. В исполнении обеих команд. Террористы. Быстренько-быстренько вчетвером. У нас идут на Б-плэнд. Немного, правда... А Дэн забирает у нас на машине. Немного, правда... Пятый игрок запоздал. Он остался в Т-спауне. Почему-то, наверное, закупал себе свои девайсы. Арс чекает мидл, находит там Джойзона, если это Джойзон. Да, это Джойзон был. И, собственно, теперь... Теперь контртеррористам становится все сложнее и сложнее вытащить этот раунд. А у террористов все очень даже в порядке. Потому как у них целых 8 раундов. Как минимум первая половина уже за ними. Кстати, Соло здесь мог неплохо очень засправить. Игроки стояли практически в линию. Практически. Не практически, а фактически они стояли в линию. И в целом, в принципе, можно было бы убить первого, а потом второго в окне. И потом задефузить бомбу. Но она уже тикала, конечно, достаточно быстро. Так что... Не знаю. Меня очень тормозит сильно GoTV. Я понятия не имею, как решать эту проблему. Надеюсь, на стрим все в порядке. Поэтому ради вас, дорогие друзья, я потерплю. Опять бай. Усполняя обеих команд. Видите, уже у нас лежит где-то на земле в ланге. Ох, Соло попадает по двоим. Единственное, что они забирают Арсу, у которого остается всего 18% здоровья. Но выход-то под B. А Арсу даже ничего зафриковало. Сейчас будет перетягиваться в мидл. Кризис забирает у нас Беломора. Она стреливает на щепки. Дамик пытается как-то подрашивать Тэш. Там он находит своего оппонента. Но блатной оказывается сильнее все-таки. И у террористов, хоть и мало ХП, но они сумели практически вытянуть этот раунд. Джойзен, однако, все-таки сохраняет интригу. И Миксик вместе с Кризисом должны его сейчас забирать. Да, Миксик все-таки. Толи хотел в окно полезть. Но все-таки решил остаться. Да, и угадал. Его оппонент вышел через дверь. На стриме все плохо. Да, знаю, что могут быть какие-то фризы и все такое. Но это потому, что подтормаживает Гоу ТВ. Скорее всего, он просто находится далеко от комментаторов. Вернее, от меня и от стримера, который сейчас за камерой у нас находится. А Дэн выходит в мидл. Находит одного оппонента, но Беломор. Все-таки, оказывается, сильнее перестрелит его в Зигзаге. Вернее, это еще Барапет был, но близко очень к Зигзагу. Показывает нам тело Адена. Вот, теперь наконец-то переключилась у нас камера на Беломора. Что ж. Дамик получает флажечку прямо в лицо. Будет стреляться с Витей в ланге. Витя, конечно, неплохо от него получает. Но там еще есть тиммейт за синим. Дамик остается с 11% здоровья. Но Миксик тем временем как-то разряжает обстановку, убивая Беломора в миде. Вот эти префайеры от Витя. Ну, в общем, парень доигрался. И все-таки Арс его забрал лонгейт. Теперь Аплэн полностью пустой. Плотной недоумевающе что-то написал в чат, на самом деле. Good half, good half. Напомню, дорогие друзья, мы сейчас комментируем матч команд МКЗ, Андергр, Gameshow Open Season 2, квалификации Казахстан и Сибирь. Вот, наблюдаем сейчас вторую половину. Команда у нас МКЗ в преимуществе, так как у них уже целых 11 раундов. И, скорее всего, первая пистолетка решит исход этого матча. Или как-то поможет террористам обрести веру. Да, Таймега забирает у нас на площади. Арс, ух, какой хэдшот. Я думал, он не сможет его перестрелять. Стреляется дальше с площадью. Собственно, ситуация 4 в 4, но Б-плэн полностью отдан. Джойзен забирает Арса. Еще и Адена. Ух, какие хэдшоты у нас от Джойзена. Кризен тем временем забирает соло. Но блатной разбирается с Кризеном. Миксик забирает блатного. Миксик еще и забирает Джойзена. Остается один в один ситуация. Будет сложновато стреляться. Витя постоянно префайрит в окно. Миксика всего в 1% здоровья. Но тут надо стреляться или... В общем, другого варианта нет. Так что... Только стреляться. Но на самом деле он настиг свою участи. В общем, хорошая ситуация была. В принципе, играбельная для террористов. Но что-то немножечко не пошло. Таким образом, 5.11 сейчас появляет верочка и надежда в то, что террористы у нас еще смогут вытащить. Как-то вот сделать камбэк Беламор. Раз забирает Кризенос в Миде. Пора бы уже понять Беламору, что туда не стоит выходить. И всегда эта позиция чекается. Ой-ой-ой, блатной. Как он решил... Зачем он решил зачекать друг Мидал? Это вообще непонятно. Ведь там стоял его тиммейт Витя, который чекал банку. И он так раз и решил зачекать у нас Мидал. И в этот же самый момент выходит у нас его оппонент. А, собирает соло у мясного ящика. Витя остается один совершенно в ланге. Сейчас же туда же выходит Аден. Спасибо камере, которая у нас показывает Арси сейчас. Аден у нас находит Витя. Перестрелки у нас, конечно, жесткие здесь происходят. Видит немножечко кусочек, так сказать, головы своего оппонента. Но контртерористам сейчас намного проще будет сидеть здесь в Миде и охранять бомбу, чем рашить злого Витю. Арс находит все-таки Витя у нас, который чекнул вроде, еще раз вышел после этого, получил сразу же в голову. Что ж, друзья, опять 12. Несмотря на выигранную пистолетку террористами, у нас похоже на то, похоже на то, что игра эта закончится в пользу команды МКЗ. Ну, а я не буду пока никого поздравлять и... Ну, в общем, посмотрим, друзья, посмотрим. Откидывается ХАЕшка, у нас будет хорошая ХАЕшка, как же спрей это Татарс. Боже, это Эйс. Это был Эйс, правда, вот верхняя, вот эта табличка, которая обычно показывает достижения в этом раунде, не показала нам то, что это был Эйс. Но это был Эйс, двоих он забрал с гранат, остальных просто заспреил. Ну, и как бы, да, вот. Не знаю, о чем террористы думали, такой в Раше он работает, ну, не знаю, на Сильвере третьем. Может, еще на звездочках он сработает, но вот так вот это всегда контролится. Кризен Раша через Смог, никто такого просто ожидать не мог, и это плохое начало оружейного раунда для террористов. Однако Беломор выравнивает ситуацию, остается теперь 4 в 4. Джойз, но тем временем забирает Кризена, вышедшего из банки, и вот теперь террористам чувствуется намного лучше. Похоже, что это будет Б через Медл, да, так и есть, откидывается Смог на Сити, там единственный, кто под Б, так это Дамик. И он сейчас слышит двоих игроков с Т-шечки, которые сейчас с него выйдут. А террористы вообще ничего не поняли, о положении Дамика абсолютно никто ничего не знал. Ребята вроде все защикали, но как, вот как, он мог здесь оказаться, они в полном недоумении, и все-таки потеряли одного тиммейта. Все террористы у нас с половиной, или чуть-чуть больше здоровья, чуть-чуть меньше у кого-то. А Дэн забирает у нас Блатного, Джойзен Рашит у нас Т-шечку, и вполне удачно таки Рашит, и забирает двоих оппонентов. ГГ пацаны пишут у нас. Очень-очень длинный ник, но заканчивается он на хэдшот, просто я не успеваю прочитать, так как у нас мощь достаточно интересный. Но на самом деле я бы не торопился с таким высказанием, так как террористы все-таки взяли этот раунд. 6-13 у нас на табло, и сейчас мы увидим, что тебя представляют контртеррористы на таком непонятном полу-бай, полу-эко, в общем. Вы сами все видите, тут есть у нас М-4, АВП, еще одна М-4, 5-7 и М-7, а Дэн решил поиграть в Джей Ви. И, скорее всего, у него должно что-то получиться. Соло сбирает Кризона у нас, который был с 5-7, в принципе, не такая же большая потеря контртеррористов. Миксик попробовал попасть по кому-то в зигзаге, но сразу же получил несколько хаешек, так еще и остался с 8% здоровья. Арс настреливает по Соло, Соло наконец-то выходит из фулл-блайнда и убивает Арса. Вот он, Аден, о чем я и говорил. Выходит все-таки в итоге у нас зигзаг и находит двоих оппонентов. Тем временем, только хотел порадоваться контртеррористов, только хотел сказать, что будет хороший ритейк, но, судя по всему, его не будет. Там Мига всего 8% здоровья, он с чем-то выходит в зигзаг, хотя и при экономике у ребят все очень и очень плохо. Можно было бы попробовать сыграть от одного девайса, но он будет просто ждать террористов у себя в зигзаге. Кстати, они туда и идут, но сейчас там Мигу может не повезти. Камера, пожалуйста, переключись, спасибо, камера. Смотрим на Витю, который уходит у нас. Помню, это называлось верхний танцпол или как-то так, или пандус. В 116 как-то так называлось, честно говоря, не вспомню эту позицию, но... Да, лагает, пишет у нас. Ну, лагает, друзья, но это всего лишь проблема GoTV, у меня на самом деле все точно так же. Так что... Так что на самом деле компьютер достаточно мощный, интернет может немного подтормаживать. Ну, он сказал, лагает, и на это упал. Я тебе так скажу, даже ты не лагаешь. Вася, что делать? Хрень какая-то. Ну, я предупреждал тебя. Объясни, зачем им интернет, если можно просто взять, посидеть и пообщаться? Спасибо. Че там, стрим вернулся, нет? Я вообще на стриме не знаю, но у меня как бы матч не прекращался, только лагает. Все плохо, похоже. Все очень-очень плохо. Так, собственно, наблюдаем за байраундом исполнения Бейка-команд. Не, честно говоря, у меня уже какие-то пролагины, но это... Все, проблема Гоу-ТВ, а не твоего интернета, потому что... Так, ладно, Соло у нас подбирает бомбу, откидывает хаешечку у нас в лонг. Видите, у нас чекает... Сейчас будет чекать, по крайней мере, площадь. Беломор, тем временем, настрелит у нас на рампу. Там есть... Пада, я имею в виду, два игрока, как он, Третья Алист. Откидывается до флешки и смоук. Поэтому Беломор решает все-таки отойти какие-то опасные. Там ребята водятся, поэтому... Сейчас, скорее всего, они выйдут под Б через миддл. А Дэн, тем временем, запрыгивает на ящик. Ну, по крайней мере, пробует запрыгнуть на ящик. Почему-то нам показывают блатного. Хотя весь экшен сейчас развивается у нас в миде. Джойзон выходит у нас. Чекает так. Ну, а дамик в спину. Понятно. Прямо в дверях забирает у нас своего оппонента. Правда, дамику осталось недолго жить, а у нас тут же умирает. А Дэн дает два замечательных пила. И остается один лишь Соло. Он просто находится в верхней тэшке. Ребята не знают, что он слишком далеко. Но Соло сейчас выйдет и зачекает их, конечно же. Сбирает он... А Дэн, который диффузил бомбу, еще откидывает флешку. Флешка достаточно удачная. Но все-таки не спасает его от чудовищного спрея Кризона. Так что... Так что Кризон диффузит бомбу. Судя по всему, сейчас будет 14-й раунд для контртеррористов. И дальше террористам будет достаточно сложно вытянуть, скажем, 7 раундов. Это будет проблематично для них. Потому как у них сейчас будет полубай, полуфорс, полу... Что-то непонятное. Галил, 2 калаша, еще один Галил и Тэг, 9-й. Хотя у контртеррористов тоже не все так уж удачно. Вот у нас Беломор выходит в лонг. Выходит за синий ящик после этого. Однако с Тэгом он забирает Адена. Еще и Кризон он забирает в лонге. Что-то невероятное творит этот парень. Соло тем временем стоит за дверями меди, никто его там не ждал. Таким образом... Боже мой. Террористы выиграли свой непонятный бай-раунд. Абсолютно непонятный. Который вот... Ну даже нельзя его никак назвать. Даже язык не поворачивается. Назвать пай. Так что... 9-14. Сейчас наблюдаем мы на табло. И сейчас контртеррористы не в самом удачном положении. Беломор забирает Кризона, да. Ну тут на самом деле еще интересно, Тэннис не обещал нам этот трал, как у контртеррористов вообще нет бай. Единственное, что Джойзон красивые три минуса дал в самом конце. Но не более того. Так. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok